Праздник в небе. Двойной юбилей отметили на авиабазе «Энгель» в Саратовской области. 75 лет исполнилось 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской краснознаменной дивизии и 10 лет дружбы между авиабазой и Самарской областью. О фигурах высшего пилотажа, заглохших в небе двигателях и самых мощных самолетах в мире в нашем материале. Красота и страшная сила – это про них, про тяжелые стратегические бомбардировщики. Огромные машины, а как грациозны в небе. Военные признаются, сегодня 22-я дивизия – одно из самых мощных соединений авиационной составляющей сил ядерного сдерживания России. Личный состав постоянно участвует в учениях, проводимых министром обороны Российской Федерации, главкомом ВКС, командующим дальней авиацией. И сейчас, когда мы здесь отмечаем эту знаменательную дату, экипажи Ту-95МС выполняют задания по плану министра обороны. После торжественных парадов – поздравления от коллег-летчиков авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Кроме них, в небе шоу парашютистов. Второй год подряд сюда прилетает и предок современных ракетоносцев. Герой – великоотечественный бомбардировщик ПО-2. Собранный энтузиастами из Самары, он поднялся с аэродрома в Бобровке и через 4 часа приземлился на авиабазе в Энгельсе. Дальняя авиация начиналась вот с ПО-2. Это где-то в начале 30-х годов. Грязодобова перегнала сюда пару эскадрильей ПО-2. Вот так сюда Энгельсы пошли. ПО-2 в войну они очень много помогали. Ведь не один десяток полков был в ночных бомбардировщиках. Вот они работали в основном. Показательные полеты ПО-2, боевые развороты, горки. Вдруг стихает шум двигателя. Вздыхаем облегченно, оказывается, так и было задумано. Планирование с выключенными двигателями – это не просто элемент шоу. Именно так великоотечественные пилоты бесшумно подлетали к вражеским позициям. За шоу наблюдает масса зрителей. Многие пришли целыми семьями. Сотрудники авиабазы шутят. В день открытых дверей сюда переезжает весь город Энгельс. Великолепное выступление, техника пилотирования. Всем очень понравилось. Молодцы. Пилоту отдельное спасибо и браво. Браво, браво, браво. Я здесь первый раз. Мне больше всего понравились самолеты. Была я в музее, на экспонаты смотрела. На стрижи мне понравились больше всего. Два стратегических бомбардировщика носят имена Самары и Николай Кузнецов. И дело не только в том, что двигатели для них делают в нашем регионе. Самарская область взяла шефство над авиабазой Энгельс. Сотрудничеству в этом году исполняется уже 10 лет. Поздравление от главы региона Дмитрия Азарова передал в Рио вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин. Сегодня тяжелая бомбардировочная авиация играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны и защите ее национальных интересов. Небо России защищает бесстрашные люди, настоящие профессионалы, верные своему долгу и героической памяти предшественников. Подарок – картина с изображением Самарского Арбата, улицы Ленинградской. Официально годом рождения 22-й дивизии считается 1943 год, когда она получила наименование «Гвардейской». Однако фактически боевую работу пилоты начали годом раньше. Поддерживали с воздуха Западный, Северо-Западный, Крымский и Воронежский фронты. Донбасская дивизия стала в 44-м, участвовала в освобождении Восточной Украины. Орденом Красного Знамени соединения наградили в 45-м. За мужество и героизм проявлены при овладении Берлином. Сейчас 22-я дивизия выполняет боевые задачи по всему миру. Сдерживает потенциальных партнеров в Атлантике. Именно так дипломатично натовских военных называют наши пилоты. Борются с международным терроризмом на Ближнем Востоке. И в свой юбилей самый главный тост летчиков за голубое и прежде всего мирное небо. Руслан Шарипов, Александр Каракулько, Новости губернии.